Есть такая губкинская традиция. 23 февраля гиревики меряются силой. Соревнования проводят в память о кандидате в мастера спорта Азате Анварове. Выпускник спортшколы «Олимп» погиб, исполняя воинский долг. В 1998 году он у меня тренировался. Я помню, он был очень сильно устремленный. При мне он выполнял кандидата в мастера спорта по гиревому спорту. Помню, как последний подъем он, скрипя зубами, вытащил на кандидата в мастера спорта, потому что тяжело было. Всегда был на подвиге готов. Видимо, вот так и он подвиг совершил такой. Видимо, не боялся. И в армии был в службе готов. И всегда говорил, я готовлюсь к службе российской армии. Азат ушел служить после окончания 4-й школы и остался в рядах российской армии. В 2006-м участвовал в проведении контртеррористической операции в Чечне. Перед последней командировкой он был здесь, в Губкинске. Ко мне заходил тренажерный зал, попрощались, пожелали друг другу до встречи. А потом раз, приходит телеграмма, что при выполнении боевой задачи он погибает. Посмертно Азат Анваров награжден Орденом Мужества. В Губкинском чтят память земляка. Уже 15-й юбилейный турнир проводим на призы Азата Анварова. Это турнир по гиревому спорту. На самом деле, это очень важный турнир, потому что мы знаем, что Азат какой-то совершил подвиг. Сегодня поколение ребят, которые выходят у нас, школьники, смотрю, как они растут, выступают, заканчивают университеты. Приезжают уже обратно и новое поколение, и новые участвуют в этих соревнованиях. Это очень важно, потому что прежде всего это, конечно же, память. Соревнования собрали 56 участников из школ города и филиала Муравленковского многопрофильного колледжа. Гиревой спорт требует серьезной подготовки, говорят спортсмены. Очень надо заниматься, чтобы это сделать. Очень сложно. Надо много заниматься, поддерживаться, отжимания. 44 раза мог бы больше сделать. Устал просто. Поторопился, так сказать. Не надо было. Я борец. Я не гиревик. У нас на борьбе мы занимаемся гирями, все дела. В общекомандном зачете во всех возрастных категориях золото у пятой школы. А вот в личном первенстве абсолютным чемпионом стал Рафаил Рабаданов. Техника все-таки больше нужна, потому что за счет техники ты поднимаешь намного больше раз. Если ты будешь без техники, то ты много не поднимешь одной силой. Так как это пять минут, я старался делать как можно быстрее, чтобы сделать больше. Я рассчитывал на сто раз, но трех раз не хватило. Но это были мои первые соревнования именно на этом турнире. Победа на турнире памяти земляка-героя – достойная награда. Хотелось бы всем, тем, кто пришел на это мероприятие, те, кто участвует, пожелать здоровья. Здоровья, как вы видите, здесь все крепкие, красивые парни, которые показывают самые наилучшие результаты. И хотелось бы пожелать им вот том ужасе, которое было и в нашей памяти остается у Азата Ханвара, чтобы оно всегда было. Следим за успехами гиревиков. Зина Дейсаева, Денис Гимб. Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова